Здравствуйте, друзья! На связи GrimOptimist. И примерно две недели назад у меня на канале вышел видос под названием ТОП-7 лучших премиум танков за боны. Там, как несложно догадаться, мы разобрали самые адекватные боновые предложения мира танков. И я по вашим комментариям заметил, что не все были согласны с моим списком. Некоторые считали, что какие-то машины нужно было оттуда убрать, некоторые, что наоборот, добавить, но практически все сходились в том, что Т-103 однозначно был в данном списке по праву. И причем, как правило, все его называли именно либо лучшим, либо в самом-самом ТОПе. Ну и я решил поиграть на этой машине, посмотреть что да как, чтобы можно было, во-первых, рассказать вам уже полноценные впечатления, а во-вторых, сделать полноценный обзор. И поэтому я купил за 8000 бон Т-103 и поиграл на нем на стриме, а также вне прямого эфира. И сейчас вам буду рассказывать, почему я действительно считаю, что это, ну, реально лучший премиум за боны. И вот как ты ни крути, он все равно таким выходит практически при любом раскладе. Прошлый видеоролик, друзья, вы очень хорошо поддержали. Поставили много лайков и написали огромное количество комментариев. Естественно, это помогло продавить алгоритмы Ютуба и видеоролик набрал хорошее количество просмотров. Это только благодаря именно вашей поддержке. И поэтому я хочу вас попросить, раз уж я действительно стараюсь делать такой полезный, да, и актуальный контент, этот ролик тоже поддержать своим лайком. Также написать в комментариях обязательно свое мнение, считаете ли вы его топовым или нет. Если нет, то почему. И, само собой, если вы все еще не подписаны на канал, обязательно прямо сейчас подпишитесь, потому что, во-первых, это также помогает в продвижении видео, а во-вторых, таким образом вы не пропустите новый контент. Ну и, конечно же, заглядывайте в телегу, ведь там всегда есть анонсы стримов, видео, а также уникальные всякие прикольные штуки. А сейчас, ребят, я хочу вам рассказать о том, как можно легко и совершенно бесплатно получить 500 рублей себе на карту. Все, что для этого надо сделать, это перейти по ссылочке в описании и оформить себе дебетовую, некредитную, подчеркиваю, карту от Альфа-банка совершенно бесплатно и, к тому же, с бесплатным обслуживанием. Как только карта вам придет, нужно совершить любую покупку с нее на любую сумму, просто чтобы карта активировалась, и в этот момент вам просто падает пятихатка на счет. Естественно, при этом вы еще и помогаете мне, так что, если вы хотите получить хорошую пластиковую карту, да еще и с небольшой халявой, ссылочка в описании вас ждет. Я сам пользуюсь Альфа-банком уже больше 10 лет и никаких проблем никогда не было. Итак, давайте приступим к разбору нашего пациента. Начнем по традиции с динамики. В современных танках это очень важно, потому что у нас сейчас огромное количество турбо-боев, и если ты очень медленный, ты можешь просто тупо не успеть вообще в нужный момент приехать куда надо. То есть, как только ты доезжаешь, смотришь, а пол команды уже нет. Как бы твоей или вражеской, тут уж как повезет, но в любом случае пострелять особо не удастся. И Т-103 показывает неплохую скорость, то есть назвать его быстрым нельзя. Этот танк едет довольно-таки спокойно, да, но в принципе он успевает за тяжами, он способен набирать свою максималку более-менее адекватно, правда, только по прямой поверхности или с горки. Но 30-32 км в час он едет довольно уверенно. Если вы захотите поставить на него турбину, это вполне можно сделать, то танк поедет и 40 даже км в час. Иногда это может быть полезно, опять-таки говорю, в нынешних реалиях рандома это вполне себе рабочая тема, так что подумайте. Но на самом деле, забегая вперед, скажу, что турбина не единственный выход из ситуации. Будет еще сегодня, ребят, в ролике кое-что интересное. В общем, с динамикой все в порядке, машина вполне себе едет как надо, да, и все, что от нее требуется, она в плане скорости выполнить способна. Так что здесь надолго останавливаться не будем. Идем дальше. Бронирование. На самом деле это тоже очень важная характеристика, особенно сейчас, потому что я считаю, у нормального танка всегда должно быть какое-нибудь сильное место, которым можно при необходимости танкануть. Бывают случаи, когда танк просто является стеклянной пушкой, так называемой, где нету ни одного как раз-таки бронированного места, он пробивается в любую проекцию. У Т-103 не так. Есть ярко выраженные слабые зоны и ярко выраженная сильная зона. Что касается слабых мест. Здесь, по сути, весь корпус. Как вы видите сейчас прямо на своих экранах, у нас зелененьким подсвечивается и верхний, и нижний бронелист почти полностью. Тут у нас, ну, брони просто нету. То есть вас туда могут пробить фугасами, любые противники, даже 6 уровня, вы не танканете ничего. Средняя планочка здесь, ну, да, чуть побольше может дать приведенной брони. Это 125 мм, но тоже это ни о чем. Дальше идем. Здесь у нас уже желтым показывается, да, но это ничего не меняет. Приведенка 137 мм, вы пробиваетесь туда без проблем. Есть два командирских ключка, которые вообще лишены бронирования, какого бы то ни было, но они как бы что есть, что нет, вас что так пробивают в корпус, что так, и толку как бы в этом плане никакого нет. Танк не способен вообще никак выдерживать урон, если вам стреляют в корпус. Если же говорить вот про вот эту подбашенную часть, то здесь также у нас броня, мягко говоря, не очень. 100 мм в центре, по краям тут может быть чуть побольше, даже если вам попадут вот сюда, может быть какой-то рикошет или непробитие. Но в целом весь корпус вообще без проблем пробивается. Давайте посмотрим, что у него с бортами, можно ли танковать на нем ромбом, потому что многие любят так делать. Здесь на самом деле ситуация, ну скажем так, не очень. Во-первых, при танковании ромбом у вас все равно торчит вот это вот подбашенное пространство, как погон он, по-моему, называется. Я, честно говоря, не силен в терминологии, но здесь брони также нет. И да, корпус у нас, в принципе, 100 мм имеет, это неплохо, довольно-таки, ну, по крайней мере, в этой части. Но все равно, если вы будете ставить ромб, у вас по-прежнему пробивается НЛД и все такое. И даже сюда, если вы чуть-чуть перекрутите, тоже может залететь, да и выше. Так что ромбом, короче, она танкует, ну, только в крайнем случае. Если по-другому, вот никак, либо выезжать всей тушей, либо ромбом, попробуйте ромбом. Авось, как бы, проканает, может быть, противник и не попадет туда, куда надо. Теперь давайте поговорим о сильных сторонах бронирования. У нас есть огромная просто башня, обратите внимание, да, какая она большая. И в лобовой проекции башня защищена на самом деле неплохо. Во-первых, у нас вот здесь, вот вы видите, 280 мм приведенки. Вот в этих красных зонах это даже 300 в некоторых местах. Это хорошая цифра, которая для восьмого левела очень большая. И это то место, которым вы можете танкануть. Дальше, если мы посмотрим саму маску, то здесь у нас немножко есть дифференциация. Но в целом броня где-то, ну, 250, вот в некоторых местах 270 и так далее. Тут, конечно, вот тоже, если посмотреть, какие-то точки есть, вот где вроде написано 232. Но в целом, друзья, лоб башни вместе со скосами и маской танкует, по крайней мере, ваших одноклассников. Довольно уверенно. Это очень хорошо, я считаю, это дает ему возможность иногда выезжать. У него УВН и минус 8, что позволяет нам высовывать башню и можно реально ей танкануть. Если мы посмотрим с самых краев, то здесь у нас огромные просто углы и танк сюда не пробивается, будет рикошет. Есть, к сожалению, и слабое место в башне, это лючок. Он пробивается любой пушкой и сюда вам будут стрелять постоянно, когда вы играете через башню. В оправдании можно сказать, что лючок, в принципе, не такой уж и большой. И если вы играете на расстоянии, то есть не в упор подъехали, то, скорее всего, вам туда не будут, по крайней мере, постоянно попадать. То есть танк может играть от башни. Да, он не ультимативен в этом плане, но у него есть защита здесь и он может играть именно по такой тактике. И более того, я рекомендую вам так делать почаще. Ну и наконец-то настал момент поговорить о самом-самом важном, что может быть для любой ПТшки. Это, конечно же, орудие данной машины. И удивительно, но здесь все в полном порядке. Потому что мы имеем очень-очень универсальную пушку, которая больше похожа на орудие тяжа. Правда, не восьмого уровня, а скорее к девятому. Но, тем не менее, она себя показывает. Эта пушка здесь очень хорошо. Потому что мы имеем 440 урона. Это, конечно, для ПТ восьмого левела не рекордный показатель. Бывает и побольше. Скорее, эта цифра больше напоминает какой-нибудь защитник или вот что-то такое. Но, друзья, обратите внимание, у нас не просто 440 единиц урона. У нас и 258 миллиметров пробития. Тут уже никакой защитник даже рядом с вами не встанет. И даже американский Т-34, например. Самый такой пробивной тяж тоже нервно курит в сторонке, потому что у него меньше. Вы скажете, а на кой черт ты сравниваешь вот эту ПТ с тем же самым Т-34? Ведь это разные классы техники. Как бы то ни было, Т-103, конечно, по факту, по крайней мере, чисто формально ПТ. Но играется он как гибрид ПТ и тяжа. И он имеет очень похожие характеристики. У него тоже слабый корпус. Как вы уже поняли, у него неплохо бронированная башня. И орудие у него тоже как будто от тяжа. Только уровнем повыше может быть. Так что это по факту гибрид ПТ и тяжа. Я думаю, никто с этим спорить не будет. Продолжаем обсуждать его пушку. Она этого на самом деле достойна. Мы уже знаем, что у нас 440 кальфы. Что у нас 258 мм пробития ББшкой. А еще у нас есть голда с пробитием 307. И это тоже ББшки внезапно. Это как бы и хорошо, и плохо. Потому что они теряют свое пробитие с расстоянием. Хоть и не сильно, не так как под калиберы. И цифра... Хотелось бы здесь, конечно, чтобы была чуть-чуть еще больше. Хотя бы 320. Но это ББ. Там такие числа бывают редко. Были бы Кумысы, может быть, и добавили бы. Я считаю, что ББшки вполне себе адекватные. 307 мм на ББ. Это то пробитие, которое позволяет, в принципе, без особых проблем бороться с любыми противниками. Каких бы вы только не встретили. Так что по пробою здесь и базовые снаряды отличные, и голдовые отличные. И вообще не прикопаться. Самое интересное, что у нас и ДПМ еще есть, как это оказалось. Перезарядка без упоранства, без бонового досылателя, без доп. пайка и всего прочего. 9 с копейками секунд. Примерно с половиной. И я считаю, что это просто отличная характеристика. Потому что машина реально быстро перезаряжается. Знаете, в чем фишка? Вы перезаряжаетесь быстрее, чем большинство, например, тяжей, которые будут вам встречаться. Особенно, если это тяжи с большими орудиями относительно. То есть вы можете иногда два раза даже выстрелить, прежде чем по вам выстрелят в ответ. И вы можете уйти в размен. То есть если на вас упорится какая-нибудь наглая СТ-шка, она будет пытаться вас крутить. Скорее всего, у нее это не получится. Вы можете просто разнести ее по ДПМу, потому что у вас он значительно выше. И здесь как бы вообще не прикопаться. И альфа нормальная, я говорю, и пробитие, и ДПМ есть. И самое интересное, что и точность хорошая. 0.36, дорогие друзья, это, ну, я считаю, для такого орудия, блин, отличная цифра. Это ведь базовая характеристика. Она может быть улучшена, если вы захотите, естественно. Поэтому отличная точность. И сведение, ребята, не подкачало. 2,3 секунды. Просто все в шоколаде, дорогие друзья. Ну вот не добавить, не убавить. Пушка огонь. Единственное, что немного хромает, это стабилизация. Потому что мы ПТ чисто формально. И у ПТ нет стаба, и нельзя поставить стабилизатор вертикальной наводки, например. Да, обычный. Вот, поэтому стабилизация здесь немного, ну, не очень. Стрелять сходу я все-таки без крайней необходимости не советую. Но согласитесь, пушка просто, ну, реально огонь. Вот я по-другому назвать не могу. Ведь у нас есть такие желанные всеми, говорю, премы как защитник, который все почему-то любят. Но там, блин, пушка просто намного хуже. Да, он поменьше, конечно. Да, он тяж. Вот, но по факту, блин, мы намного круче в плане огневой мощи. И, кстати, касательно его габаритов. Я имею в виду Т-103. Тоже надо пару слов сказать. Маскировки у танка нет. Он светится. И из-за больших габаритов к нему надо привыкать. То есть, бывают моменты, когда вас могут прострелить там, где вы этого не ждете. Потому что вы большой. Поэтому учтите, дорогие друзья, надо просто привыкать. Понимать, что танк имеет большие габариты. И, как бы, нужно во внимание это обязательно принять. Вот, ну, должны же быть какие-то минусы все-таки, да, у данной машины, как мне кажется. И теперь мы переходим к самому интересному. Как играть на данном танке и как его правильно оборудовать. Ну, естественно, я думаю, никто не будет спорить с тем, что сюда надо поставить досылатель. Чтобы ДПМ стал сильно больше двух с половиной тысяч. Да, это вам даст обычный досылатель, установленный в слот. Конечно, если у вас есть боновый, например, или трофейный, можете и так сделать. Будет еще круче. Вот, но даже обычный неплохо справляется. Обязательно его ставим тут без вариантов. Дальше. Я внезапно для себя открыл именно на этом танке такое оборудование, как система повышения мобильности. Может быть, не все сразу вообще поняли, о чем идет речь. Это у нас новое экспериментальное оборудование, которое было добавлено. Иногда его кидают во всякие там специальные задачи, ивенты. И да, его нужно улучшать за внутриигровые вот эти вот специальные ресурсы, которых очень мало. Но, поверьте, поставить второй уровень системы повышения мобильности вы сможете. Если продадите, там, вернее, разберете ненужные оборудки. В общем, вам хватит, чтобы как бы ее на второй уровень прокачать. И в этом случае мы получаем что? Мы получаем и динамику повышенную, которая нам будет очень кстати. И при этом у нас еще и стабилизация улучшается. То есть, вообще просто супер. И вот прямо даже не докопаться. То есть, машина превращается практически в тяж. У нас и скорость назад улучшается, и скорость вперед, говорю. И стаб прямо, ну, существенно, да, тоже становится лучше, как мне лично показалось, да, по субъективным ощущениям. И именно система повышения мобильности, это то, что здесь напрашивается. Если у вас есть варик, уже прокачанный на третий уровень, то это будет вообще огонь. Но и на второй тоже нормально. Поэтому крайне советую. Кто-то скажет, сейчас УМП можно поставить. Там, да, стаб, напоминаю, не ставится сюда эта ПТшка. УМП, конечно, тоже лучше, чем ничего. Но мне, например, он не понравился. Вот, я бы поставил сюда, если уж на то пошло, лучше турбину обычную, если у вас нету системы повышения мобильности. Но турбина, к сожалению, вам никак не улучшит стабилизацию. Кроме того, напоминаю, что система повышения мобильности, она не только увеличивает максимальную скорость вперед и назад, что, кстати, актуально при игре в качельки, но еще и увеличивает скорость поворота вашей башни. А башня УТ-103, ну, не самая быстрая, скажем так. Она есть, это уже, безусловно, огромный плюс для ПТ. Но если она будет вертеться чуть побыстрее, согласитесь, это будет очень-очень здорово. Так что, ну, просто оборудование, которое вот как будто создано для данной машины, не убавить, не добавить. Вот, поэтому все-таки, повторюсь, лучше поставить экспериментальное оборудование. И у нас остается третий слот. Что вы сюда захотите поставить, зависит только от вас. Можно поставить оптику, вы скажете, на кой черт. Это премиумный танк, и берут его, как правило, чтобы фармить. А для любого према оптика очень-очень неплохо именно сказывается на заработке. Потому что вы начинаете подсвечивать случайно, либо специально в вашей команде. По вашему засвету будет стрелять арта, по вашему засвету будут стрелять союзники, и вы будете получать дополнительные деньги. Это чисто такой вариант для фарма. Вот, ну и, в принципе, когда ты видишь, это всегда лучше, чем когда ты слепой. Можно поставить закалку. Объясню почему. Запас прочности у машины 1250 единиц. Это мало, если брать как на тяж. А, повторюсь, это почти что тяж. И хп не хватает, если у вас 1250 единиц здоровья, вы часто умираете просто с трех выстрелов. То есть, если у противника альфа 400, чуть-чуть больше прокнуло, все, вы в ангаре. Вот, ну, не буду уж говорить, если альфа больше. Там, один раз Скорпион какой-нибудь, по-моему, там, условно даст. Потом два раза какой-нибудь, там, Nissan 3 или Conqueror, и все, до свидания. Если поставите сюда закалку, либо боновый вариант, конечно, если вы зажиточный и успешный бизнесмен, да, тогда можно и так. И в этом случае танк уже имеет запас прочности, там, либо 1350, либо еще больше. И уже, ну, понятно, что тоже это маловато, но хоть как-то, короче, можно играть. Вот, кто-то может еще дополнительно поставить УМП сюда, да, как говорится, чтобы стабилизация была еще лучше. Там, кто-то, что-то, короче, заморачивается, как хочет. Мое мнение, что тут есть простор для маневра. Можно подумать, даже вентиль, возможно, кто-то захочет воткнуть, почему бы и нет. Так что думайте сами, тут уже рекомендую попробовать просто разные варианты. И для себя найти самый подходящий такой, да, с которым вам комфортнее всего. На этом танке я поиграл на протяжении почти трехчасового стрима, а еще сделал несколько каток вне прямого эфира. И хочу я вам сказать, что машина мне в целом очень понравилась. Да, у нее есть существенные минусы, говорю. Да, вот, наверное, ее габариты и отсутствие маскировки это самый неприятный момент. И, кстати, вкачанная маскировка здесь, к сожалению, не спасает. Но, что самое главное, этот танк комфортно играется. Я ни разу не выстрелил с нее голдой вообще, чтобы вы понимали. И необходимости такой ни разу не возникало. То есть она пробивает все практически на ББшках, без особых проблем. Она способна навалять практически любому противнику. Просто нужно стараться не лезть на ней. Даже в топе списка это, знаете, такой тяж второй линии, тяж поддержки, да, с возможностью игры как ПТ. Если вы решили играть с тяжами, едете, держитесь сзади, старайтесь танковать от башни. Все, всем корпусом не выезжаем. Только в крайнем случае самом, когда уже прям надо. Так стараемся держаться как-нибудь там вот где-нибудь метрах в 50-ти, там, в 30-ти от ваших союзников. И прикрываемся ими именно. Это самая такая нормальная тактика. Если карта позволяет по ПТшить, особенно если вы попали в конец списка, то с чистой совестью встаем в кусты, стараемся держаться не только за двойными, за тройными, блин, кустами, чтобы вас не засветили. И просто шмаляем по чужому засвету. У нас хорошая точность, у нас есть альфа, у нас есть ДПМ и пробитие. Все есть, чтобы просто играть в классическую ПТ. ПТ, поверьте, на аллее Прохоровки вы можете кабины разломать людям так, что мало не покажется. Поэтому, как классическая ПТ, она играется тоже вполне себе неплохо. Единственное, говорю, что маскировку все-таки учтите, что, да, как бы могут быть из-за этого у вас какие-то проблемы. Танк не боится оказаться в конце списка, единственное, будьте аккуратнее со всякими бабахами, которые могут вас ваншотнуть реально, поэтому на них лучше не высовываться. Но девяткам навалять вообще на изи и даже десяткам можно немножко тоже жизнь подпортить, потому что, повторюсь, пробитие позволяет. И теперь голые цифры, дорогие друзья, чтобы оценить фарм, как говорится. Значит, за 2 часа 25 минут стрима я нафармил миллион 20 кредитов. Это правда с резервами, то есть с подключенными резервами личными, без клановых. Играл просто без голды, не использовал премиумные расходники, ни допаек, ни там большую аптечку, ремку, сейчас благо в этом нету смысла. Просто играл и спокойно за 2 часа с копейками нафармил свой миллион. Вот, конечно, резервы на фарм есть не всегда, ну что поделать, без этих резервов, ну будет где-то тысячи примерно 700, так вот на вскидочку, да. Вот тоже, ну я считаю, неплохие показатели. И нужно держать у себя в голове, что это же боновый танк, то есть он вообще бесплатный, вы можете его получить ни копейки не потратив в игру. И в этом главное его преимущество. Я считаю, что Т-103 это самый такой универсальный вариант, то есть на нем можно играть. И если вы, как говорится, знаете, да, вообще игру в целом и хорошо играете, отлично получится реализовать себя. Если вы так себе играете, просто старайтесь действовать от второй линии, играйте больше как бы именно как классическое ПТ, стреляйте по чужому засвету. Вы можете и в конце нормально навалять там недобитков каких-то, добрать таким образом еще нафармить дополнительные ресурсы. Вы можете делать практически все, что угодно, только не можете разве что охотиться за ЛТшками там и светить, потому что ну все-таки не тот класс, там динамика, габариты и все такое. То есть машина подойдет практически любому игроку, и скилованному, и не очень, и новичку, и старичку. В общем, если у вас все еще нет Т-103, вот я реально рекомендую, если у вас много бон и нет премиумных танков, вы думаете, блин, надо что-то взять, потому что фармить там, то есть все. Вот просто супер вариант Т-103. Берите, не пожалеете, вот мое мнение, потому что я взял, мне танк очень понравился, вот, ну, со скидкой, конечно, что он боновый. Если бы он стоил, например, 11 тысяч голды, то я бы ему такую высокую оценку не дал, я бы сказал, просто нормальная машина. Но за боны это супер просто танк, это универсал, это машина, которая буквально вот делает все, что вам надо вообще, и к ней очень сложно докопаться. Поэтому, дорогие друзья, на этом будем видеоролик потихонечку заканчивать. Обязательно, друзья, еще раз напомню, поддержите ролик лайком, подпишитесь на канал, если все еще этого не сделали, и в комментариях напишите, как вам Т-103, будете вы на ней играть или нет, или может быть она у вас уже есть, поделитесь своими впечатлениями. А также заглядывайте в мой телеграм, ссылочка на него в описании, и не забудьте воспользоваться предложением от Альфа-Банка и получить на халяву 500 рублей, ссылочка будет также в описании, там все прозрачно, честно, многие мои подписчики уже немножко халявы получили. Всех обнял, берегите себя и будьте здоровы, всем пока!